Привет, дружище, меня зовут Шамбо и мы продолжаем Маскарад вампиров. В предыдущей серии по поручению Терезы направились в дом с привидениями. Там нашли амулет, который выдерживает призраков в этом мире. Но по возвращению в клуб Азайлум меня встретила Жанет, сестра Терезы, с которой та не в лучших отношениях. Так вот, Жанет очень сильно интересовала данный амулет и она просила отдать его ей. Я сразу понял, что здесь что-то не так, и Жанет, скорее всего, решит напакостить своей сестре. И поэтому отказал. На что Жанет внезапно попросила помочь ей. Я понял, я оказался в ловушке. Если я не помогу Жанет, она обидится и, скорее всего, выставит меня в плохом свете перед сестрой. Ну, как-нибудь и клевещет, поэтому я согласился ей помочь. Лучше бы я это не делал. А Жанет попросила меня наведаться в галерею Нуар и порезать выставленные там картины. Вроде бы ничего такого страшного. Но, покопавшись в компьютере Терезы, я понял, выставку организует именно она. Соответственно, я режу картины. Тереза недовольна. Я не режу картины. Тереза также недовольна, потому что Жанет меня оклеветала. Так как я оказался в тупике, давай выполним какое-нибудь другое поручение. Например, в поисках ищейки. Судебный поручитель Артур Киллпатрик хочет, чтобы вы нашли его лучшую ищейку, Карсон, и вернули его к работе. Карсон живет в апартаментах Санта-Моника-Суидс, квартира номер один. Плюс к Артуру Киллпатрику меня ведет и другое задание – охота на охотника. Нокса преследует азиатский вампир. Он хочет, чтобы я избавился от него и просит меня о помощи. Он дал водительские права, которые, согласно данным Крембьютера Киллпатрика, принадлежат к раму, который находится в морге больницы Санта-Моники. Соответственно, Ноксу стоит также помочь, потому что он упырь того самого Бертрама Тунка, который может провести меня к складу Шабаша. Поэтому, в первую очередь, направляемся в Санта-Моника-Суидс, а будет время, поможем Ноксу разобраться с азиатским вампиром. Посмотрим, как жил сыщик. Возможно, он оставил какие-то улики. Ну, давай еще заглянем к Меркурию. Не помер ли он? Здорово. Постарайся не умереть. До встречи. С Меркурией все в порядке, но хотя бы прибрался, что ли. Откройся. Предлагаю сразу начать с ноутбука. А, что я хочу взять? Этот предмет слишком для вас тяжел. Я не могу столик поднять. Вот, бутылку поднимаю. Хорошо, спер кольцо. Так, компьютер. Макаги. Пароль. Взламываем. Пароль эмали. Возможно, какая-то девушка может самого Карсона. Нахождение. Макаги скрывается в салоне татуировок Санта-Моники. Так просто. Ключ. Не забыть ключ от салона татуировок. Он на телевизоре. Замечательно. Получается, отправились в салон татуировок. Находим, возможно, другую зацепку, либо труп самого Карсона. Ключ от салона татуировок. В сундучок. Восемь. А у меня навык всего лишь три. Я могу сделать его пять за счет повышения ловкости. Чисто технически я могу сейчас взломать этот сундук, потратив все очки обучения. Давай так не делать. Мне кажется, они понадобятся зачем-то еще. В любом случае, я позже могу сюда вернуться, когда буду более прокачанным вампиром. Автоответчик и телефон не прослушать. Проверка, проверка. Эта фиговина записывает? Господи, как я ненавижу эти штуки. Ну ладно. Дело Маги все более странное. В месте, где он скрывался, были жутковатые вещи. Но Маги там не было. Пройдусь по второй зацепке. Я обновил файлы на компьютере. Это Карсон. Конец записи. Убого звучит. Да ладно тебе, Карсон, нормально звучит. Плюс спасибо, что все записал на компьютер. Дневник. Хотите, значит, пострелять? Да, хочу. А не опознанно. Ты из кососа смотришь на волнистые маркировки на странице. Но не можешь разобрать, о чем они говорят. Несмотря на это, в глубине твоего разума чувствуется, что не говорят. Неграмотный дебил. Вам нужен наук обучения не меньше трех, чтобы использовать этот предмет. Так, а вот наук обучения я обязательно повышу. Потому что книжечки на халяву повышают другие науки. Это очень хорошо. Так, обучение. Зависит от интеллекта, эрудиции. Интеллект, ты что повышаешь? Обучение, запугивание. Эрудиция. Обучение, убеждение. Предлагаю стать эрудитом. Потому что убеждение у нас уже есть две единицы. Плюс, давай, это будет нашим основным диалоговым навыком. Поэтому повышаем раз. А почему бы не сделать те два? Мне кажется, выше пяти обучений не потребуется. Интеллект сейчас... Давай интеллект пока не прокачивать. А вот убеждение... Пожалуй... Да. Так. Убеждение пять. Я уверен, что этого будет вполне достаточно для диалогов. Очень жаль, что социальные атрибуты повышают только одну способность. Здесь харизма только убеждение, манипулирование только торговлей, внешность только соблазнования. А все остальное, кроме выносливости, повышает по две способности. Ладно? А теперь прочитаем книжечку. Хотите, значит, пострелять? Использовать оружие легко, просто и увлекательно для всей семьи. Первое. Достаньте оружие. Лучшее, что предназначено для обороны дома. Например, автомат. Второе. Проверьте, заряжено ли оно. Если нет, зарядите. Третье. Найдите мишень. Мы рекомендуем неподвижные объекты, если поблизости нет грабителей. Четвертое. Стреляйте и ощутите настоящую силу. Отлично. Характеристика повышена. Теперь стрельба единичка. Ну, хоть что-то. Ну, и получается же все. Давай еще раз внимательно осмотрим квартиру. Мало ли, здесь что-нибудь где-то да завалилось. Сюда не пройти. В кусте никаких ключей нет. Чего тут написано? Амалия получается. Прописной английский очень сложно понимать. Да, все осмотрели. Ну, пошли салон татуировок. Татуировки я лично не люблю. Я считаю, если хочешь сделать свое тело красивее, сходи в качалку, позанимайся. Чем разрисовать себя непонятно чем. Но у каждого свое мнение. Да и сейчас времена какие-то пошли странные, что все прям так и жаждут набивать эти татухи. Прошлый раз я был около салона, там было закрыто. Так, девушка, 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 стойте, я очень голоден. Девушка. Отлично, никто не заметил. Давай по-быстрому в салон, чтобы уж точно никто меня не спалил. Естественно, здесь никого нет. Ночь. Кто будет татухи ночью бить? Мусор. Кресло для посетителей. Журналы. WW3. Журнал какой-то моды с собаками и мото-мотор в хоро. Занятный журнал. Кассу не грабануть. Эскизы. Честно говоря, вот прям совсем честно, какой-то лютый отстой. Да и эти, но не лучше. Ты свое мнение напиши в комментариях, но мне абсолютно все вот эти татухи не нравятся. Ни за что не стал такие набивать бы. Ну, я и любые другие не стал бы набивать, но эти прям совсем уж, мне кажется, безвкусные. Так, ладно, здесь, похоже, нету ничего. Я подумал, это ключи. Пошли в другую комнату. Ну, а в подвал? Ну, ладно. Никого нет, записано висит. Телевизор. Без понятия, что это. Может какой-нибудь отопительный прибор или для воды нагреватель. Фотки рук, ног. Быстрый заработок для модели. Позвони гимблу простетику. Ладно, что тут написано. Среда 22.00. О, гимбл простетикс. 310, 3 пятерки, 0.1.42. Давай наберем. Алло, это гимбл простетикс. Здравствуйте, могу я поговорить с мистером Маги? О, я воспользовался его телефоном, но, похоже, его здесь сейчас нет. Я могу вам чем-то помочь? Ну, не уверен. Мы с ним договаривались о встрече пару дней назад, но он так и не явился. Не знаете, когда он вернется? Нет, вообще-то я и сам его ищу. Вы тоже? Ну, разве не совпадение? А почему вы его ищете? Я сыщик. Он удрался под залога несколько месяцев назад. О, понимаю. А вы не могли бы ответить на несколько вопросов? Только с радостью. Почему бы вам не зайти в мой офис? Там мы поговорим об этом. А где он находится? Это в конце Мейнстрит. Маленькая подвальная студия. На вывеске написано Gimbal's Prosthetics. Просто позвоните в домофон, и я вас впущу. Спасибо, я скоро прийду. Интересно, какие у них были дела. Ладно, поспрашиваем. Но это единственная зацепка. Больше ничего здесь я не обнаружил. Если Карсен получил эту догадку, значит, он также сюда приходил. Тоже увидел вот эту записку. И, я думаю, позвонил этому Gimbal. Вот странно, почему я про Карсена не спросил. Девушка, 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 подождите. Я все еще голоден. А вот теперь полностью сыт и доволен. Ну что ж, отправляемся к Gimbal. Надо было, наверное, про Карсена что-нибудь спросить. Хотя, с другой стороны. Я спрашиваю у Gimbal про Карсена, то он говорит, а кто это вообще такой? Я не знаю, я только общался с Маги. Да, могу я вам чем-то помочь? Привет, мы недавно говорили по телефону. Оу, конечно, конечно, я вам открою. Спасибо. Но я уверен, что Карсен с ним тоже говорил. Приветствую и добро пожаловать в протезирование и медицинские товары Gimbal. Вы здесь из-за пропавшего мистера Маги, я прав? Да, вы правы. А кто вы? Ах да, простите. Меня зовут Gimbal. Стэн ли Гимбал. Но, эм, дружище, давайте обойдемся без формальности. Можете звать меня Стэном? Расскажите немного о себе, Стэн. О себе? О, я просто пытаюсь облегчить жизнь тем людям, которые считают себя... ...счербными. Протягиваем руку помощи, так сказать. Или ногу. О, хе-хе-хе. О, да. Чертовски удачная шутка. Похоже, вы и сами ущербны. Что ты выбишься? Мм? Оу! Вы о моей руке? Да, это интересная история. Если у вас есть время послушать. С удовольствием ее выслушаю, Стэн. Ну, можно сказать, я влюблен в человеческую анатомию. Просто одержим. Протезирование – это естественное занятие, на которое направлен мой энтузиазм, если можно так выразиться. А ваша рука? Ну, я пришел к мысли, что никогда не достигну истинного мастерства в протезировании, а не узнав на собственном опыте, каково это носить протез. Стойте, вы же не... И тут созрело решение. Просто на ровном месте. Отрезать собственную руку. Качество моей работы, как вы понимаете, с тех пор значительно улучшилось. Да ты вообще псих, что ты лыбишься. Так. Ммм, то есть его можно отправить к вандалу. Смотри, какой выбор. Отправить к вандалу девушку из Азайлума, которая просто приехала в Лос-Анджелес, чтобы потусить, оторваться в ночном клубе. Или отправить вот этого вот психа. Он сейчас себе отрезал руку. Потом ему в голову придет идея убивать там людей на улице, чтобы потренироваться в протезировании или просто в анатомии человеческой. Поэтому, мне кажется, вот ты будешь клиентом вандала, ты опасен для общества. Потрясающе. Я тут слышал, что местный морг этой ночью предлагает трупы для научного исследования. О, это просто замечательно! Именно. Только запишитесь у парня по имени вандал. Для профи вроде вас это то, что нужно. Об этом не беспокойтесь. Просто подождите минуточку, и я скоро вернусь. Я подожду здесь. Минус человечность. Но это я ожидал. Так, ну, пока его нет, можно, что, почитать газету? Карнавал смерти. Это я тоже читал. Почему новую газету не присылают? Ну, я думаю, он не будет против. Манекуин, армс энд азерс партс. Руки манекенов и другие части. 26.50. Это доллары, что ли? В холле манекен с он сейлз. Наверное, целые манекены на продажу. 125. Простетикс лимс. Вария сперкастомерс. Наверное, протезы различных вариантов для покупателей. Краш-тест. Димес. 1450. Это, наверное, в авто посадить вот этот манекен и проверить, как в авто попадет в аварию и выживет ли манекен. Ампутация важна. Подождите на фронте. То есть он еще ампутацию проводит? Ну, с другой стороны, если он себе отхреначил руку, почему бы кому-нибудь еще не отхреначить? Тем более за деньги. Так, манекены, манекены. У тебя здесь ничего нет, интересно? Вроде бы нет. Так, просто коробка. Хотя, под этой коробкой может что-нибудь лежать. Плюс Карсон, я уверен, сюда приходил. И под этой коробкой также ничего нет, обычный манекен. Олимпс Простетикс. О, я думал, Гимблдс Простетикс. А это телефон, он здесь звонки принимает. Стол не залезть. Телевизор. Ага, папа. Ундерхерри. Бинго. Будет она. Ну, это какая-то... Стоп. Клыки. Вот это уже интересно. Пластинка. Он там не вернулся, между тем. Нет. Ну, получается, я могу бесконечно обследовать. Потому что вандал явно его не отпустит так быстро. Так, инструменты. Пакет крови. А Гимбл-то случайно не вампир тоже? Или не упырь? Гиди. Кол, Билла. Сёркс. Ес. Время. Какие-то жуткие фотки. Но он любитель анатомии, наверное, ему по кайфу. Так, тут он что-то снимал. Но, наверное, модели. Прям как у вандала. Так, ещё одни ужасные фотки. Так, а вот здесь, возможно, кого-то сожгли. Смотри, вот матрас. Прямо по форме человека. Либо тут лежал труп, он разложился. Либо, не знаю, человека сожгли. Наверное, как ампутировать руку. Сейчас я ещё найду, где не утил. Так, но здесь кровища слишком много, антисанитария. Наверное, стоит спросить, у него есть ли медицинская лицензия на ампутирование. Одно дело делать, а всякие протезы, другое руки отрезать. Вот здесь, похоже, он остальным руки режет. Так, ну эти все фотки уже были. Наверное, просто как напоминание, как правильно там резать или ещё что делать. Ещё один столик. Шмотки. Здесь пусто. Подушка не двигается. Здесь также пусто. О, эй, помогите! Выпустите меня отсюда! У этого типа крышу снесло! Ну у кого? У Гимбла? У Гимбла? Да, у Гимбла. Этот тип последние три дня занимается тем, что отрезает куски от меня и маги. Он грёбанный псих. Хорошо, как мне открыть эту дверь? Спасибо. Ты мой спаситель. Ты сделал это. Скажу тебе, я видал всякое. Но это вне конкуренции. Ты Карсон, верно? Да, это я. А ты откуда знаешь? Ну, меня прислал Артуру Килл Патрик. Правда? О, это серьёзно. Я у него в долгу. Надеюсь, найду способ, как с ним расплатиться. У него есть кое-какая работа для тебя. Так что зайди в его контору. Что? О, нет, приятель. Нет, нет, нет. Это больше не для меня. Посмотри на мою руку. Гимбл отрезал мне указательный палец в качестве трофея. Я ухожу из этих дел. Жаль, конечно, оставлять Артура в беде. Ну, после такого Артур, я думаю, не будет против. Если он всё-таки твой товарищ. Понимаю, но сообщу ему плохие новости. До свидания. Не беспокойся. Я здесь позабочусь об ошмётках. О чём? Ты уж постарайся. Не понял, про что он говорит. А, это маги полу... Ну да, от маги здесь осталось рожки до ножки. Ну, хотя вот как раз-таки ножек и нет. Не знаю, получится ли его так на превью взять. Но кадр довольно-таки жуткий. Так, у нас здесь что-нибудь будет ещё? Я, конечно, опыт получил, но чёрт подери. Так, что я записал в дневник? Пересаживали ли вы убедили Гимбла? В поисках ищейки вы спасли Карсона от Гимбла. Теперь нужно сообщить Артуру. Получается, сейчас зайдём к Артуру Киллпатрику. Зайдём к Вандалу. Выполним два задания. И направимся выполнять ещё одно задание. По поводу азиатского вампира. Что ж, я промахиваюсь мимо дверей. Видимо, опьянел от крови. Ну, я считаю, что выбор Гимбла в качестве жертвы для Вандала, он просто идеален. То есть, он не просто себе руку отрезал, а вообще поехал и стал на людях тренироваться. Но ровным счётом, как я и говорил. Поэтому его отправить к Вандалу, блин, это идеальный выход. Пусть теперь Вандал поиграется с ним. Ну, раз тот и сделался над людьми, значит, и над ним можно. Ну, а девушка, которая в Азайме, она пришла только повеселиться в Лос-Анджелес. Было бы, ну, отвратительно так с ней поступать. Хотя я стал вампиром, но я всё-таки чувствую себя ещё человеком. Прошло не так много времени, чтобы забыть о человечности. Здорово, Вандал. Бог крови возвращается. Да, теперь угости меня кровью парня, которого я тебе послал. Нет, 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 нет. Сучья королева сказала не делать этого. А почему так мало? Восемьдесят пять? Один обычный пакет, один. Голубой крови. Нет, нельзя этого делать, нельзя этого делать. Так, а что там с ним было происходит? Сучья королева сказала не-ет. Да садкнись ты там, Вандал. Я не должен, я не должен, я должен. Да. А где? Или это не здесь? Нет, это здесь было. А дай-ка я снова зайду в морозильники. А какой там код был? Я что-то подзабыл. А, отлично. Даже без кода открывается. Нет, это то самое место. Но, видимо, он всю кровь из гимбла выкачал. Отдал часть Терезе, потому что мы с тобой на компьютере читали у Терезы, что Вандал очень сильно извинялся, так как в предыдущий раз у него не оказалось крови. Но, видимо, решил большую часть своей госпоже отдать. Ну, и мне там пакетик лишний кинуть. Ладно, теперь пошли к Артуру. Расскажем по поводу Карсена, плюс узнаем про азиатского ампира, а именно, как там звали, Верджил Крамбл, который попал в аварию и теперь трупом валяется. Кто это вообще такой? Плюс можно прочитать дополнительные имена, так как в предыдущий раз я прочитал только первую пачку. Первую или последнюю. Вот тупичок. Я почему-то подумал, что Артур Килл Патрик живет напротив Трипа. Не знаю почему, а он живет как раз за Азайвом. Ну, точнее, как, скажем, живет. У него там контора. Хотя, уверен, сейчас поздняя ночь. Если он находится на работе, значит, он и живет здесь. А смог хау? Так, еще раз. Артур Килл Патрик. Я нахожусь тут. Не дошел. Он через улицу. Секундный, в сурдный день становится ближе. Да-да-да-да, конечно. А не света, все дела. Здорово, Артур. Что стряслось? У меня плохие новости. Я нашел Карсена. К сожалению, он уже не вернется. Что? Не вернется? Что это значит, не вернется? Девушка гарантированно бесплатно проводящая с вами ночь. Один психопат отрезал ему указательный палец. О, да. Это сурово. Сыщик мало на что годен без указательного пальца. Вот черт. Похоже, я остаюсь ни с чем. В старине Артуру это дорого обойдется. То есть тебе абсолютно плевать, что твоему как бы товарищу палец отрезали. Кстати, а кого должен был найти Карсен? Тут есть тип со списком обвинений в миле длиной. Ему вынесли уже три предупреждения. Его подружка внесла залог, а теперь он не явился на заседание суда. Я не могу связаться ни с ним, ни с ней. Нужна работка? Звучит заманчиво. Но ты еще не заплатил мне за то, что я нашел Карсена. Ох, да. Да, точно. Извини. Вот, держи. Ну, так-то лучше. Спасибо. А насчет твоей работы? Ну, вряд ли это можно назвать работой, пока у тебя нет лицензии и так далее. Но пока я не найду другого сыщика, мне надо, чтобы ты выяснил, сбежал ли этот тип из города или нет. Хорошо. Значит, надо только узнать, здесь он или нет. Не нужно волочь его сюда. Просто узнай, здесь ли он, а если не здесь, то где? Я заплачу тебе. Идет? Думаю, я займусь этим. Отлично, отлично. В общем, этого парня зовут Майк Дурбен. Прозвище Грязный. Его подружка внесла за него залог. Он живет над ландбардом Трипа. Зовут ее Мэриан Мюриетто. Но у меня не получилось с ней связаться. Это получается, он по соседству со мной живет? Привет, Гомес. А за что его привлекали? Ну, пару лет назад ему предъявили обвинение в убийствах. Но он был оправдан. С тех пор его привлекали за то да сё, но в основном по мелочи. А что он натворил на этот раз? В последний раз его привлекли в рамках крупного дела о ворованных автозапчастях. Насчет той автомастерской в Санта-Монике. Об этом писали в газетах. Понятно. Так ты говоришь над ломбардом? Верно. Мэриан Мюриетто живет в той шарашке над ломбардом. Узнай, где грязный Майк, куда он свалил или что там еще. Но будь осторожен, у тебя нет лицензии. И если что-то пойдет не так, я тебя не знаю. Понятно? Да, у меня есть еще несколько вопросов к тебе, Артур. Конечно, приятель, валяй! А, вообще-то мне пора уже уходить пока. Так, давай компьютер осмотрим. В предыдущий раз с А до Е смотрели, теперь Ж, М. Единственный, кто это заметил, не тихий и живой человек, разобравшись, что-то... Зингер Канн. Карл Зингер. Залог внесен 2 апреля 2001. Хранение с целью распространения. Сумма залога 25 тысяч. Тип залога недвижимость. Дом. Дом Санта-Моники. Примечание. Местный серфер. Обновлено. А, 24-й, 10-й, 04-й. Погиб. Убит в бандитской разборке. Или типа того. Карл, Карл, Карл. Нет, это не тот парень, с которым тусила Лилия. Тот был немец, мы про него также читали. Иберсон М. А Митч, полосатый Иберсон. Залог внесен 10 февраля 2002. Сумма залога 10 тысяч. Тип залога наличный. Выплачены полностью. Примечание. У парня было большое фиолетовое пятно на лице. Скорее всего, от него можно заразиться. А может, это фенка? Вновлено 22 марта 2002. Погиб. Его останки прибыло к берегу на прошлой неделе. Крамер Ап. Анцель Гретель Крамер. Залог внесен 14 ноября 2003. Проституция. Сумма залога 3000. Тип залога наличный. Выплачены полностью. Примечание. Это то, что мы обычно называем чертик из табакерки. Заведи ее, и что-нибудь произойдет. Ничего не понятно. Матео. Девять из десяти людей припочли кулачку и булочку в среду. Майкл Матео. Залог внесен 13 марта 2002. Побой. Судимость за преследование. У суммы залога 5000. Наличные. Выполчены полностью. Примечание. Еще один местный. А ведь когда-то Санта-Моника была отличным местом. Вновлено 24 октября 2004. Погиб. Похоже, убит в бандитской разборке. И Мур Че. Чат Мур. Залог внесен 12 ноября. Уже. Какой ноябрь. А 12 октября 2003. Нарушение общественного порядка. Шум. Сумма залога 2000. Ой, сумма сошли за шум 2000. Имущество. 50 копий консольной игры Red Asphalt. 40 копий компьютерной игры Arkano. Задержан за использование чрезчур смачных выражений в местном зале игровых автоматов. 2000 за то, что он ругался в зале игровых автоматов. Жесть. Так, теперь давай выход. Что-то мне нужно было найти. Нет, не сорвавшийся в бега. Это будем расследовать, думаю, в следующей серии. Сейчас охота на охотника. Virgil Crumb. Она была не как все остальные. Когда она наживала мои кнопки, она была очень нежна. Ох, милая. Если ты не прекратишь, мне придется сделать кей. Обнаружен труп субъекта. В данный момент лежит в морге и в метаклинике. Власти оповещают родственников. Ладно, отправимся в морг. И пятна на твоих грязных тарелках. Уже не привыкать чуть ли каждый день бегать в больницу. Так, морг. А в морг проще отправиться через подвал, через вандала. Там пролезть под прачечный. А там еще будет полицейский. Я сейчас сыт и заряжен кровью. Так что, сведем его с ума. Немножко потанцуют. Возьмем его под контроль. Вот почему вот этого сумасшедшего куда-нибудь не уволокут, а чувака, который просто матерился, играя в компьютерные игры, в зале игровых автоматов, повязали и 2000 штрафов влепили. Так, я прошу меня. Заболтался. Мне кажется, просто потому что этот бомж, он ходит с плакатом, с него ничего не взять. А если его посадить, он, наверное, даже будет рад. Так как получит крышу над головой, плюс еще питание хоть какое-никакое будет. Здорово, вандал, я по делам. Так, теперь вспомнить, где здесь дыра. Все, вспомню. Так. А, вот он, морг. Так легко. Здрасте. А, получается, вот здесь вещь. А, в прошлый раз я как раз спрошел, а почему здесь пусто? Серебряное кольцо. А, ключ к фокси боксес. Просто ключ, больше не о чем сказать. Ну, ладно, ну. А, вы нашли ключ-карту от чего-то под названием Фокси Боксес. В морге среди вещей Вирджила Крамбла, хозяин водительский прав, что вам дал Нокс. Возможно, это наведет вас на след от зиатского вампира, Нокс. Ну, да, я встречал Фокси Боксес. Это домик также в районе Азайлума. В прошлый раз я думал, так вот, как сюда попасть. Там требовалась ключ-карта какая-то. Так, это я куда пытаюсь выйти? Нет. Так я вряд ли выйду. Пока вандал, я сделал все нужные мне дела. Это, случайно, не тот хирург орет? Такой прикольный у него вид был сейчас. Азиатский вампир. Интересно, он сильный? Потому что я, как бы, начинающий вампир, птенец. Я практически ничего не умею. Не как обычный боец, но научился я немного лучше стрелять. Не как вампир, практически ничего не умею. Что я вот умею? Болтать, взламывать компьютер и защищаться. Все. Давай попробуем сначала просто так его отолить. Надеюсь, что получится. Так, а у меня самая сильная способность стирания крови, заставить его рваться кровью. Интересно, на вампира это подействует? Рвать кровь. Действует на обычных, так и на сверхъестественных. То есть, получается, вампир начнет рваться кровью, он оголодает и помрет. Либо станет очень диким и как зверь набросится на меня. Открыто. Открыто. Кофеек. Хрупкие посылки. Получается, это что-то вроде почты или пункта выдачи заказов. Так, мне, видимо, сюда нужно. Здесь, видимо, меня будет ждать враг. Дай-ка я спрячусь. Отчеты. Десять... Так, двенадцать, а слэш как поставить? Черт, а как слэш ставить? А, вот все. Моя предварительная разведка по городу показала, что здешние каиниты разрознены и неорганизованы. Есть только трое достойных внимания. Но, кажется, между ними возникли какие-то разногласия. Я продолжу наблюдение. Каиниты — это вампиры без клана. Напиши в комментарии, если знаешь, потому что я как-то без понятия. Эти каиниты — это забавный слабый род. Они впустую тратят подаренное им бессмертие на мелочные интрижки и плотские утихи. У нас будет мало проблем при взрятии этого города. Кто-то хочет захватить город. Ван в курсе, что здесь есть Лакруа, Князь и другие более мощные вампиры. Наверное, встретил каких-то неудачников на пляже. Похоже, мое присутствие в городе замечено одним из каинитов — Носфераду. Кажется, так их называют. Он поручил одному неуклюжему смертному дураку за мной наблюдать. Я начал следить за этим так называемым шпионом. Маленькая занятная передышка среди обычных обязанностей. 23. 10. 2004. Я привлек внимание новообращенного, агента князя, который обнаружил труп у Вирджила Крамбла. Я очень мало знаю об этом индивидууме. Он кажется более сообразительным, чем большинство каинитов, которых я видел. Подготовлюсь на случай, если наши пути пересекутся. Так как стычка кажется неизбежной, я не выживу. И если я не выживу, позвольте в последнем отчете заявить, что Санта-Моника созрела и сама готова пасть нам в руки. Вы практически не встретите сопротивления, если явитесь с большим отрядом. Главное. Новых. Или помощь. Так, это я понятно. Ладно, выход. Сейчас выйдет из тени вампира. Я буду с ним драться. Нет? Серьезно? То есть я могу спокойно Фокси Бочис покинуть. Но я понимаю, он будет на том складе находиться. Сейчас вернемся обратно. Да. Получается, будет сейчас первый, наверное, серьезный бой. Да, Татьяна весьма живучий. Так, он исчез. А, появился он наверху. Ай. Такой же я косой. Черт, я застрял. Может мне стоит взять другое оружие? Хотя он с катаной. Он, блин, мастер ближнего боя. А я могу тебя грызнуть. А. 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 Хватит скакать Да, бой будет очень долгим Нет, не ладно, это гораздо хуже Дай-ка я выпью крови Дай-ка я выпью крови, иначе я, наверное, останусь без нее И, соответственно, проиграю Три пакета, ладно Бульк один Дай-ка я выпью крови Дай-ка я выпью крови Хватит уже прыгать Ай, больно Не страшно, если сейчас со мной овладеет зверь По той причине, что здесь враг Их можно убить Упс Ты сдохни Так, у меня проблемы У меня большие проблемы Использовать Удар нет Способ прорицания, сила крови Исцеление крови Я исцелился Ты где? Сингун-то Ну, конечно, позиция весьма занятная В которой он лежит сейчас Что я записал в дневник А, вы уничтожили азиатского вампира Нокс Захнет с облегчением Когда услышит об этом И я еще подобрал на него катану Плюс я потратил кучу крови Сингун-то Это серийно выпускаемая версия Традиционной японской катаны Не столь эффективна, как подлинная Но все же довольно опасная Требует навык 5 Потенциал урона 14 Летальность Либо 11, либо 2 Поправка к умению минус 4 Да, я не умею пользоваться оружием Так, а что было здесь наверху? Я, наверное, мог так же прыгать Пытаться уклоняться от него Здесь с ним лазить Ну, что-то по дереве Я не умею такими вещами заниматься Может, где-нибудь на коробке Здесь что-нибудь интересное найдется Я не такой ловкий, как этот азиатский вампир Так, на этих коробках ничего нет Выбираюсь Единственное, что я узнал полезного То, что у него есть хозяева Эти хозяева планируют вторнуться в Санта-Монику Ну, или не в Санта-Монику А, в принципе, в Лос-Анджелес И его захватить Плюс считают всех остальных каким-то сбродом Абсолютно не уважают Но я думаю, что Сильных вампиров этот азиатский вампир не встречал Так как князь плюс Та горилла, которая с ним лазит Определенно очень мощный вампир А давай направимся все же К Ноксу Расскажем о том, что этот азиатский вампир побежден Он может спать и передвигаться спокойно Пусть так же замолкнет словечко За меня перед своим хозяином Хозяином Эй, чувак, дай пройти Здорово, Нокс Йоу, брателла Ну как, дело сделано? Тебе больше не о чем беспокоиться Лучше избавиться от следов О, слава богу Да, эта тварь преследовала меня каждую ночь Слушай, я еще не виделся с Бертрамом Извини, окей? Я ему скажу о тебе Но больше мне отплатить тебе нечем Ну, а не в курсе, что это была за тварь? Бертрам сказал, что это что-то вроде вампира Но... другой Эти твари у них в Китае вместо вампиров Сказал их теперь много, понаехало в Калифорнию Зачем? Неизвестно Они пытаются отжать его сами Интересное дело Думаю, мне пора Ну, давай тогда на этом остановимся В следующей серии Будем заниматься чем? В следующей серии получается Ну, давай займемся Сорвавшимся в бега Плюс Ну, раз согласились То порежем картины А вот уже через серию Будем слышать истерики Терезы Ну, не тормознем на этом на сегодня Итак, спасибо тебе за просмотр Если понравилось, ставь лайк Оставляй комментарий Подписывайся на канал Спасибо и пока